Добрый день, уважаемые зрители нашего проекта, о которых незнание законов не освобождает от ответственности. Приветствую тех, кто знает законы, либо полагает, что он их знает, но идет на их сознательное нарушение, рассчитывая на своих знакомых в прокуратуре, в полиции или в судах. Такие знакомства обычно создают для человека некую иллюзию безопасности. И ключевое здесь, как вы понимаете, это слово «иллюзия». И справедливости ради сразу скажу, что ни один закон, ни одного государства на планете Земля не запрещает человеку заблуждаться, равно как и спрыгнуть с девятого этажа. Предлагаю вам обратиться к толковому словарю русского языка, где мы найдем с вами крайне интересное слово. Это слово «потенциальный». «Потенциальный» означает «скрытый, непроявленный, но обнаруживающийся при определенных условиях». Как вы понимаете, такого потенциала в каждом из нас крайне много. И при каких условиях этот наш потенциал проявится, никто не знает. Потенциальный клиент следственного изолятора, так обычно называют адвокаты тех людей, которые, возомнив из себя шумахера, проезжают на красный свет. Итак, чем же может для нас закончиться потенциал, проявленный в определенных условиях? Обычно он заканчивается тем, что человек сидит на очень неудобном и жестком стуле в кабинете у следователя, а его адвокат объясняет ему, что же необходимо было сделать в этой ситуации. Но, как правило, в таких обстоятельствах что-то изменить уже крайне сложно. Сегодняшние возможности интернета дают каждому из нас возможность смотреть законы, читать какие-то книги, слушать консультации и разъяснения адвокатов, читать специализированные учебники по праву, в которых, давайте уж будем откровенны, никто, кроме юристов и адвокатов, все равно ничего не понимает. Мы с коллегами, посовещавшись, поняли, чего же вам не хватает. Вам не хватает невозможности что-то прочитать в интернете или кого-то послушать. Вам не хватает знаний относительно того, что же вам делать в конкретной ситуации. И это самое страшное, что может произойти в жизни человека. Когда он оказывается в определенных обстоятельствах, но что делать он не знает. Либо он оказывается в таких же обстоятельствах, но делает все наоборот. Итак, о том, что же вам делать, как вам действовать, как вам оценивать ситуации, и будет наш проект. Субтитры создавал DimaTorzok